Друзья, всем привет на Игорь Скораж, надеюсь у вас настроение классненькое, у нас на улице солнышко, только сейчас прошел дождик, поэтому ловлю момент, сейчас пойду заниматься немножко с моим прицепом. Ну а чем я занимаюсь? Вот, сверлю дырки и креплю их вот такими кабель бендерами, не знаю как это по-русски называется. И вот так. Потому что так как без чехла катаюсь, в прицепе внутри вот такое дерево, чтобы можно было туда побольше песка кидать или землю перевозить, и в последнее время они сильно болтались, поэтому вот такое решение. И теперь у нас ничего по пути не отлетит. А сегодня у нас будет видос из категории гольфы подписчики, давненько уже не было такого видоса, поэтому друзья, желаю всем классного просмотра, а мы увидимся как всегда после видоса, я пошел дальше заниматься с моим прицепом. Снимаю небольшой обзор на свою машинку Volkswagen Golf 2, полностью сделанная, переварена, делались пороги. Моментом где-то дырки были в днище, но ничего серьезного, днище более-менее родное. Полностью была покрашена в такой же цвет, какой и был, ну как бы подбирали цвет. Вот, диски с третьего гольфа оригинальные, BBS стоят, зима тоже BBS. Сиденья подшивались, снял с джетты сиденья Vaxport. Вот, так они тут, с другой машины снял. Задний ряд. Сиденья маленько, задняя отличается, но в принципе глаза не бросаются. Вот, стоят такие накладки на арке. Вот, еще менялась вот эта часть, у них болезнь, вырезалась из гольфа другого. И вот эта вот часть, заправочная, выварилась. Это был самый сложный момент в переварке. Также, в планах поставить решетку с туманками. Недавно поставил губу снизу. У нас-то редкость. Вот штатные зеленоватые стекла. Оригинальные, с тахометром. Нашел черные, оригинальные козырьки. Вот, люк не течет. Потолок уже перешит, но до меня. И здесь карбюраторный 1.6 двигатель, рев. И как бы коробка-пятиступка. Ничего особо тут интересного нет. Довольно-таки шустная машинка. Также тут сохранились оригинальные наклеечки. Вот. Также, что удивительно, хлопушка. Задний багажник тоже оригинальный. И тут тоже остались различные наклейки оригинальные. Задний в таком состоянии, не гнилой. Уже сделанный. Полка уже, конечно, здесь заколхоженная. Еще до меня. Тут просто стояли овалы. Я вот сделал из таких... Точнее, отец у меня сделал из таких вот пассатовских колпаков. Такие, как подиумы. Смотрится лучше, чем было. Так. Здесь запаска. Как бы со штатным пластиком. Вот. Стойки тоже варились. Задние потресканные были. Вот. Так же стоят в штатных местах. Видно. Под динамики сеточки. Но уже не совсем штатно. Тут два черных самореза. Из меня из-за плохого качества съемки. Так как снимаю все с калькулятора. Вот такая неплохая музыка стоит. Машинка 88-го года. Переходная модель. То есть, уже... Еще они сделали аварийную аварийку. Под... За рулем. Ручник старого образца. До меня тут стояла обычная приборка с часами. Не было никаких накладок. На накладки я поставил недавно. Так как у нас часто езжу на дальняк на ней. Как бы машина на каждый день. И песочит арки. Вот. Поэтому пришлось поставить... Также были обычные сидения. Вот. Я поставил вот эти. Очень удобные. Очень классные. Не так мараются, как которые были. Также поставил коврики уже. Рулит Passat. На балдажник. Как бы штатная подсветка. Ну, не считая этого. Как-то так. Машинка работает хорошо. По технике все сделано. Все перебрано. Все, что можно было. В планах, конечно, еще много. Поставить решенку с фуманками. Электрозеркала найти. Электростеклоподъемники. Электрофары. Ну, регулировка. Как бы есть к чему приложить руки. Также здесь стоит подсветка штатная. Вот. В багажнике тоже есть подсветка. Как бы... Ну, вот. Запускается. Как бы все четенько. Вот такой вот очень кратенький обзор получился. Ну, в принципе, особо нечего разговаривать по этой машине. Правда, все уже все знают. Как бы просто показать состояние. Делалась она в гараже. Лично с отцом делали. Где-то полгода вышла по времени. Ну, так. Езжу, радуюсь. Машинка огонь. Самое, наверное, геморройное в ней было. Это вот карбюратор. Сейчас другой стоит. И люк. Он тек. Еле как решили эту проблему. Так, машина очень интересная. Как бы... Студенту самое то. Как бы ничего сложного в ней нет. И как бы разобраться можно самим. Самому все. Павел, большое тебе спасибо, что снял видос. И было очень интересно. Хоть и качество 2 немножко было слабоватое. Но все-таки было интересно посмотреть твою машину. И, кстати, цвет твоего гольфа очень редкий. Я у нас в Германии такой цвет на гольфе еще ни разу не видел. Я такой цвет часто вижу на каких-нибудь Т5 бусиков. Вот на таких машинах распространенный такой цвет. Но именно на гольф 2 это очень редко. Поэтому я очень рад, что ты этот оригинальный цвет оставил. Не перекрасил в какой-то другой цвет. Так что цвет кайф. А вы, друзья, кто смотрите и у кого тоже есть хороший гольф или джета 2, то давайте, снимайте. Я с удовольствием покажу на канале. Так что, Павел, вы с отцом сделали очень хороший гольфик. Но я вот купил такую запчасть. Китайская. И хочу ее поставить в мой черный гольф 2. Так как моя оригинальная, как бы, она очень туго идет. Конечно, можно смазать, но она очень ржавая. Такая страшная, что, как вы знаете, машина уже вся отреставрированная. Но вот единственное, что мне еще не нравится, это вот эта часть. Это по-немецки называется Fankhacken für Motorhaube. Fankhacken это как бы крючок для капота. Ну и нижнюю часть я хочу тоже поменять, так как она очень-очень сильно ржавая. Так, что за бренд, я не знаю. Заказал то, что вообще еще было. Раньше, я помню, такие были от Febi Bilstein, но они больше таких не делают. И здесь вот номер стоит 191-823-507. И снизу еще один номер 330-68-52. Но это Faglix, это как бы номер оригинальной части. А этот номер, именно этой запчасти 50-61-9. Знаете, я ее поставлю. Скажу вам потом, как она закрывает. Хорошо, нет. А оригинальную, конечно, я выкидывать не буду. Оригинальную постараюсь как-то отреставрировать. И если она будет плохо работать, то поставлю обратно мою оригинальную. Так что, друзья, я вам еще скажу, как это работает, не работает. Или это деньги на ветер был. Ладно, друзья, на это все. Всем офигительного дня, не скучайте. И, друзья, всегда занимайтесь своими любимыми делами. Тогда у вас всегда будет крутое настроение. Всем пока.